Друзья, всем большой солнечный привет! Мы в Таиланде и продолжаем вместе с вами путешествовать по близлежащим к Паттайе городам. И сегодня мы приехали... Ну, все знают, да, что Паттайя находится в провинции Чонбури, а мы сегодня приехали в главный город этой самой провинции, который также и называется Чонбури. И начнем мы сегодняшний выпуск с пляжа. Прямо сейчас. Итак, жемчужина, собственно говоря, Чонбури, это пляж Банг Саэнг. Он очень протяженный, очень заставленный зонтами, шезлонгами, потому что это ближайший пляж к Бангкоку, и сюда приезжает очень много тайцев на выходные дни. Ну, вот вы можете видеть сами. Правда, сейчас моря нет, у нас отливы сильные в данный момент, но все равно тайцев очень много. Они не столько, знаешь, едут в Паттайю, сколько, может быть, даже приезжают сюда, потому что туристы, вот, ну, европейские, они как бы сюда редко доезжают, поэтому здесь в основном такая тайская метка. В общем, все сами видите, мы вам ничего не брем. Многие спрашивают, кстати, какая погода в Паттайе и близлежащих районах в мае-июне. Смотрите, в данный момент 32 градуса, ощущается как 38, потому что влажность очень высокая, 68%. Но, конечно, уже не так будет жарко, как в апреле было, потому что в апреле было до 42 градусов проходило, и находиться было невозможно. Сейчас будет температура немножко спадать, и все ближе-ближе-ближе к августу и сентябрю, сезон дождей. В общем, да, погода будет получше становиться, то есть дышать будет легче. Да что ж ты такая злюка? Ну что? Нашел информацию, потому что прям я впечатлен, что он такой протяженный. 6 километров, представляете, протяженность данного пляжа, поэтому... А Джам Тьен сколько? Я не знаю, сколько, но здесь, мне кажется, прям он намного протяженнее, чем Джам Тьен. Ну супер! Короче, вот, друзья, вот такое начало выпуска. Продолжение будет еще лучше, потому что мы наметили такие интересные места посетить в Чонбури и показать это с удовольствием вам. Пойдем вместе с нами в путешествие. Видишь, тут еще такой променад, пока мы не уехали с пляжа, да, хочу вам рассказать немножко. Инфраструктура вся есть, то есть как бы еды много, это естественно. А туалет я тоже, кстати, видел. Немного, африк очень много. Да, это вот вся улица, это все... 7 километров еды? Да, ну не только, там еще какие-то периодически попадаются, ну, плавательные всякие, ну вот видишь там, принадлежности. А в основном, да, еда и питье. Так что вот, захотите поменять, знаете, атмосферу, окунуться в более такое тайское общение, то, конечно, вам можно приехать сюда. В принципе, не так далеко, сколько там, час, наверное, да, езды от Паттайи. И окажетесь уже совершенно в другом месте. Точку на карте ставьте, оставлю ее в описании. Ну, в принципе, Банк Саен, пляж, я думаю, что легко найдете. А мы едем дальше, потому что наше приключение продолжается. Мы, так как выехали рано, ничего не завтракали, поэтому сейчас мы возьмем себе вот такую курицу. Я, кстати говоря, еще ни разу не пробовал ее. 80 бат стоит вот этот большой кусок курицы. Давай-ка сразу заценим. Я поделюсь потом с Александром Анатольевичем, не переживайте. Ну, курица есть курица. Нормально, вкусненько. Пойдем. Мы приехали, кстати говоря, на Манки Хилл. Это саму гора, которая находится в черте города. И сюда тоже можно легко добраться. И это здесь царство обезьян. Мы здесь уже были один раз, но не снимали, по-моему. А сейчас вот здесь вот можно насладиться обществом прекрасных шимпанзей. Кстати говоря, они здесь зажравшиеся. У них валяются везде бананы, кукуруза. То есть, они там не особо, знаешь, какие дикие, как вот мы были. Где мы были? В Каукео. В зоопарке. А здесь они такие, видите, как это сказать, ручные, можно сказать. Зажар separate банан, может быть. банан будешь видишь не жрет то там бы уже вырвали уже а это с помидором прибежал или что это про обезьян то я вам сказал а про смотровую совсем забыл сказать здесь классные виды открываются поэтому сюда можно приезжать не только чтобы пообщаться и посмотреть на обезьян ну и конечно насладиться морем и красотой близлежащих городов супер в общем место зачетное рекомендую вам его обязательно посетить а мы сейчас еще погуляем посмотрим на красивых диких обезьян наверху зажравшиеся а внизу вот маленькие обезьянки они с удовольствием берут эти все бананы на где вы там они гоняют их а вообще наверняка знаете что да у них вообще ну территории поделены то есть допустим если там один клан то там может быть совершенно другой они не могут заходить на территории друг друга иначе будет драки очень сильная а так как обезьяны дерутся это вообще лучше не смотреть они такие жестокие больше обезьянки давай он видишь она здесь они вот более охотно такие потому что там конечно совсем там ночь такая каста привилегированных а здесь такие по этот попроще очень много маленьких обезьянок да море как у тебя большой сейчас дам даже очищу да из голода смотри какой у у да давай этот я ж начал а тут потому что это пришла ну в общем за жизнью обезьян можно наблюдать бесконечно конечно это вообще не знаю такие сумасшедшие животные какие-то ну не знаю у меня все время вот я когда бываю мы что на пхукете были на горе обезьян что на бали ездили что здесь же были меня все время как-то заряжаешь энергии положительные от них они какие-то смешные в общем ладно поехали дальше потому что еще всего впереди много интересного не будем останавливаться долго на одной точке хотим показать вам всего и много итак мы спустились уже с горы как вы понимаете оказались конечно же на берегу моря опять а здесь специально обостроена смотровая площадка мы сейчас ей по ней пройдемся такая новая и недавно открыли и конечно виды шикарный с одной стороны море с другой стороны вот эти горы какие-то прям скалы да такие классные ну и то что все это все таки как бы знаешь свеженькая новенькая не успешно не успеет ну хотя он уже набросали мусор ну ладно но не успели еще значит сильно загадить поэтому здесь находиться в удовольствии пойдем сейчас поднимемся повыше потому что там красота и красоты еще больше вообще мне нравится когда вот наша вот когда мы путешествуем открываем другие города помимо паттайи я потому что вот сколько лет мы уже до ездил в паттаю паттайя паттайя мы все окрестности вам сняли а сюда даже еще ни разу не заезжали но мы заезжали именно вот как знаете какими-то локациями а так чтобы вот именно снимать вам непосредственно город такого у нас еще не было это новые новая фишка в этом сезоне у нас так что ставьте обязательно лайк подписывайтесь если вы наш новый зритель нашли нас случайно ставьте колокольчик чтобы не потерять и конечно же наш хэштег вот так чена по нему найдете все что мы уже успели снимать а там поверьте есть что посмотреть в общем то вот мы наверху вот этой самой смотровой площадке конечно солнце нас сегодня не жалеет очень жарко но иначе стоило здесь побывать вот эти банк соен каоса ну а в общем все это здесь все что я вам рассказал все мы как бы здесь и находимся опять же обезьяны люди останавливаются чтобы сделать фотографии хотя как бы ну на фоне букв фотографию особо сделать не получится а ну просто на фоне моря может быть не знаю зачем они останавливаются ну в общем вот так вот все это выглядит ну опять же да смотрите все рядом везде можно остановиться сделать фотографии поехать дальше потому что нам сейчас надо будет как раз а по этой же дороге заехать в другое место поэтому он локации все рядом очень удобно путешествовать то есть спустился с горы сразу до смотровой со смотровой на какую-то еще локацию мы вам сейчас все покажем понравится можете проделать такой же путь как и мы ну море конечно шикарно я люблю когда вот такие панорамные виды ну какой же выпуск из любого города таиланда если мы не заедем хоть в один какой-нибудь храм здесь тоже очень такой красивый живописное место смотри прям во первых тоже на фоне гор что на фоне море мы сейчас еще выше поднимемся супер очень красиво оставим ей денежку чтобы она нам позволила в дальнейшем тоже путешествовать ну видишь это китайский какой-то вариант храма так я не знаю вот китайские храмы они какие-то у меня такой дальше как будто на новый год попал помните когда мы с вами были все врачи мы с вами тоже там заходили такой там небольшой храм китайский а здесь вот он такой уже побольше ну яркие краски конечно китайские вот эти они всегда приковывают внимание много всего здесь видите и бонса и и скульптуры и колокола и храмовые комплексы и статуэтки в общем всего-всего очень много глаза разбегаются не знаю что зацепиться но прямо начать в одном месте сосредоточение всего ну прикольно на самом деле так вот чтобы на побывать как бы глаз чтобы немножко так от моря хотя опять же море рядом но все равно немножко другое поэтому сейчас мы еще повыше поднимемся сюда хочу согласитесь что место хорошее можно побывать здесь тоже посмотреть и опять же здесь вот совершенно шикарная на пору она на море и на близлежащие там окрестности шикарные виды еще выше можно подняться пойдем поблагодарим за то что мы здесь паттайе помнишь мы когда были спрашивали бусы бусы вот здесь тоже бусы вешают постоянно их можно брать и вот вешать на статуи либо на на маленькую либо вот на большую ну и плюс конечно еще благовония понимаете я вот когда я не вникаю до суть происходящего я знаю что хуже от этого никому не будет поэтому всегда за всех нас зажигают эти благовония чтобы у нас все было обязательно хорошо знаешь сколько здесь штук 7 просто хорошее число 7 так в общем посмотрим как делают все остальные и сделаем так все я теперь доволен можно ехать дальше слушай в гонге мы били а в барабаны еще нет поэтому что нам мешает это сделать прикольно все какое счастье все ритуалы выполнили что они означают только добро так у нас еще впереди есть что посмотреть поэтому мы уезжаем отсюда и едем дальше потому что не знаю сколько у нас времени займет сейчас перемещение ну по-моему не так тоже долго как как бы мы ездили на квай из бангкока то есть не столько времени это занимает здесь все локально находится ближе пойдем поехали точнее а еще у них вещь фишка какая они пишут пожелания на воздушных змеях я такой первый раз вижу поэтому захотел захотелось заострить внимание на этом и много то есть они он там по дереву всему висят и тут он творить сколько кто-то большие пишет пожелание кто-то маленькие я всегда на то оставил наш странствующий буду ну ладно раз странствующие тогда ему побольше будет донат друзья пока александр за рулем мы сейчас с вами выйдем на дорогу который идет прямо по морю это какой-то первый у нас такой опыт паттайе потому что вы конечно ездили по мосту керченскому крымскому да а сейчас вот будем ехать по морю в таиланде вперед здесь есть место в парк для парковки мы вот как раз по этому мосту сейчас остановились специально для того чтобы вы видели вот так то идет прям по всему морю так мы только что заехали и вот туда сейчас поедем прокатимся прям вдоль это интересно всегда не знаю меня примут эти моменты а еще здесь а прямо вдоль дороги есть разные кафешки можно вот взять холодный чай мы сейчас возьмем себе и ну и в общем счет какие там перекусоны небольшие так что вот такое супер место оно такое прям прям энергия моря она вот здесь прям тебя наполняет так что будем сейчас наполняться не только энергии моря но и чаем но он сейчас не то сделать ну ладно выпьем то что сделает будем пить зеленый чай значит видишь ну единственное что да кстати говоря я эту тему тоже читал что вот чем дальше ты отъезжаешь от туристических мест тем хуже они поговорят даже по-английски они практически не понимают потому что весь сервис рассчитан конечно же больше степени на тайцев тому что тут не заполняет не на тренировках морякару Ну, в итоге мы получили то, что хотели, как оказалось. Совершенно волшебно, он его так долго заваривал три раза. Вот теперь можно и по мосту проехаться, понимаешь? Вот это в кайф просто. Смотрите продолжение в следующей серии. Какой-то сегодня выпуск такой сумасшедший получается, потому что в такие места мы вот сейчас опять приехали в место, которое мы для себя открыли. В 19-м году совершенно случайно я нашел его на карте, мы приехали, оно еще не было вот так вот обустроено, как сейчас. Здесь не было ни кафе, ничего. Сейчас парковка стоит 20 бат, коммерциализация уже пошла, вот, и уже поставили кафе, уже сюда приезжают туристов, я знаю, много возят. Когда мы первый раз здесь были, я оставил точку потом под видео, и многие, благодаря тому, что мы это место открыли для себя, потом оказались здесь тоже. Это место шикарное, сейчас вы его увидите, это Гранд Каньон, ой, Гранд Каньон, это, ну да, Гранд Каньон Чонбурри. Пойдем, пойдем, посмотрим. Что ни говори, а виды, конечно, здесь знатные. Я прям обожаю это место, оно такое, ну вот раньше было спокойное, здесь действительно, знаете, прям так это расслабляешься, релаксируешь. Сейчас вот опять же, да, пасмурно, а когда небо голубое, вода, она просто изумрудного цвета такого, знаете, дорогого изумруда. А сейчас она такая спокойная, изумрудного. Но все равно супер, что мы сегодня опять сюда приехали. Мы вам уже снимали здесь, но сегодня по-другому снимем, потому что у нас каждый раз, где бы мы не были повторно, все равно получается снять не так, как в предыдущий раз. То есть, тоже наслаждайтесь вот этой красотой. Ну смотри, много чего. Поставили ограждения с той стороны, сделали какую-то площадку с буквой G. Потому что раньше были только вот эти вот ржавые трубы, а сейчас поставили ограждения. Ну, конечно, не очень удобно, потому что, когда вот туда выходишь, там красивее фотография получается, но ничего же не мешает перелезть, правильно? А так для безопасности нужно. Здесь еще железная дорога же рядом. Раньше тут можно было прям, ну, вот этого забора не было. Видишь, короче, все, они оградили. Я говорю, будет скоро туристическое место. Вот. Ух! Чао! В охоте за красивыми кадрами приходится нарушать правила. Спасибо, друзья, что были вместе с нами в очередной раз. Что смотрите наши видео, что подписывайтесь, ставите колокольчик. Вот такое оно получилось. Мы вам показали еще немножко другого Таиланда, который сами увидели впервые некоторые места, некоторые повторно повторили, как говорится. Ну, в общем, на самом деле все супер, потому что мне нравится именно в таком формате наши приключения, когда мы не сидим и не приезжаем на одну точку снимать, а захватываем в одном выпуске сразу много точек. Надеюсь, что вам тоже понравилось. Обязательно поставьте лайк и оставляйте свои комментарии под этим видео. Все, до новых встреч на канале Вот Так, наше приключение продолжается, и мы с вами обязательно скоро увидимся. Пока не знаю где, но узнайте. Включайтесь чаще YouTube и смотрите наши ролики. Все, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok